На портал Экзекет поступил вопрос. Мужу 62 года, только начал воцерковляться. С чего ему лучше начать? С малого? Большой путь состоит из отдельных небольших шажочков. Поэтому ему надо начать читать Евангелие на русском языке, на дальний период, понемножку, даже не Библию, не Ветхий Завет, даже не посланя апостолов, а именно Евангелие от Луки, от Марка, от Анна, от Матфея. Понемножку, по чуть-чуть, сколько хочет. Хоть даже нескольких приложений, но регулярно лучше каждый день. Потом хорошо человеку хотя бы начать ходить на литургию, хоть не на всю, а хотя бы на основную часть. Может быть, ему будет сразу сложно эти часы стоять. когда дело касается молитвы, это так бывает непросто. Мне 11 человек сказал, тогда ему лет 35 было, я спортсмен. Почему я на литургии не могу стоять, а бабушки могут? У меня всё прям корёжит, я же его здоровее на порядок. Ну, сейчас он, конечно, потом стоял нормально, но вот такое бывает, что это молитва, это даже какой-то бывает, феологически не совсем будет комфортно. Ну, вот насколько сможет на литургии постоять. Хорошо читать «Отче наш». Вот хотя бы три раза читать «Отче наш» утром, вечером, перед едою. Это очень коротенькая молитва, она много времени занимает, её выучить очень быстро, даже 62 года, наверное, там, прочитал, там, 2-3 недели и выучил, потому что она совсем небольшая. И вот почаще его читать, перед едой, перед делом, так сказать. А потом, если человек вот так всё это делает, ему это, конечно, бывает непросто, даже немножко тяжеловато, но потом у него в какой-то момент начинает возникать потребность. Вот уже не «Отче наш» читает, уже несколько раз «Отче наш» читает, а потом говорит, а вот какой-то молитвослов у вас там есть, дайте-ка мне, пожалуйста, сюда его. Вот начинает там эти молитвословы уже читать. Потом вот «Евангелие в Евангелие», там вот что-то «Святые отцы я слышал у вас есть», «Дайте мне святых отцов», и человек начинает выцерковляться. Надо понимать, что нас ведь не сами выцерковляемся только, нас выцерковляет Бог, а мы на это соглашаемся. Бог нас призывает к себе, а мы не соглашаемся. И вот если человек будет соглашаться, то Бог его потихоньку будет вот так вот давать эти потихоньку сил в душе у него всё будет больше, Господь будет ему давать всё больше благодать за его молитвы, там, и, конечно, вот я ещё не упомянул, это очень важно, конечно, конечно, надо сходить на испыти причастия. Конечно, опять же должен человек это не насильно сделать, не то, что его это даже надо заставить, уговорить, что называется, надо, чтобы он сам, ему надо объяснить всё это, но если он будет молиться, читать Евангелие ему самому, это должно, по идее, какой-то какие-то вопросы будет, может, даже захочет самому, вот он должен начать, если человек до этого дозрел, то человек должен начать, как раз причастность поведоваться, ну, там, раз в месяц, к примеру, да, начало хотя бы, да, вот, вот, ну, может, реже, может, два раза в год тоже вариант, но вот чтобы он сам шёл и сам хотел, ему можно предложить, конечно, ему можно объяснять, но не заставлять, не давить, потому что это человек должен свободно прийти к Богу. Да, можно и на мужчину, особенно от жене его любимого, надавить так, что он пойдёт и причаститься, и поисповедуется, повенчается, а только-то что? Нет, для жены-то будет всё хорошо, теперь у него муж, причащённый, почищенный изнутри, нравственно, поисповедованный, и ещё и венчанный, то есть вообще всё хорошо, но если он не очень верующий-то, то для мужа это никак, вот, и таинство, если даже брак, бракосочетание, да, таинство и венчание, оно тоже должно быть два верующих человека, если муж не верующий, то смысла венчаться-то особого нету, нет второй половины, скажем, венчаешься, если он Бога не верит, это не юридический процесс, вот, поэтому вот надо, чтобы человек свободно шёл, свободно шёл, свободно шёл к Богу, насколько он хочет, насколько он вот себя вмещает на данный момент, вот это, конечно, в этом надо ему помогать всячески, но не давить, вот, не давить, и, ну, 60-го года, он может святым может стать, если у него будет горячие жирные, вот, или прожить до 100 лет, чтобы нормально церковиться последующие 40 лет, вот, или там ещё что-то, это всё, Бог всё может делать, вот, но человек должен захотеть этого, вот, поэтому надо создавать ему такой атмосферный большее благоприятствование, да, но вот не заставлять, не давить, а так, так, книжечки подсовывать, если человек читает их, почему бы ему это всё-то не давать, помогать ему, может даже какую-то насатью проявлять, то есть, когда пойдём в храм, не хочешь, ну, не хочет, не хочет, а вдруг захотел, пошли, вот так вот, ненавязчиво, вот, а дальше, если человек, вот, он хочет к Богу, то Бог его к себе приведёт, гарантированно, без нас, с нашей помощью, но не то, что это вот мы сделали, это Бог сделал, вот, ну, с жалью человека сказал. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...